Добро пожаловать в Ярославль, где сегодня единственный матч в Российской Хоккейной Суперлиге. Местный локомотив принимает столичных армейцев. Для вас работает Роман Скворцов. Представляет нам оголкипера ЦСКА Петрис Скудра. Занимает место в рамке армейских ворот. На последнем рубеже обороны железнодорожников Егор Подомацкий. Здесь без сюрпризов, но вообще не так много перемен в составах играющих сегодня команд по сравнению с предыдущим матчем. У армейцев отсутствует пара защитников Лямин-Конарейкин, Белов и Азолин, пропускавшие предыдущий поединок с подмосковным химиком, возвращаются в игру. Больше никаких замен нет. Что касается железнодорожников, у них во втором звене отсутствует юный форвард Александр Вусюнов. Вместо него не менее юный Артем Анисимов под 12 номером заявлен. Ну и небольшие перестановки в звеньях. Главный тренер Ярославцев Николай Борщевский произвел. Ну и собственно будем с этими звеньями знакомиться по ходу встречи. Итак, матч начался. Геннадий Чурилов в центрофорвард первой тройки Ярославцев выиграл в брасывании. Вместе с ним по краям 52 номер Дмитрий Лосенков. 18-й Константин Глазычев был в предыдущем матче. Соответственно сегодня под 13-м в первом звене играет Иван Непряев парозащитников. 27-й Сергей Жуков, 22-й Брэд Хауэр. У армейцев Корнеев Розен парозащитников. 22-й, 48-й номера соответственно. И тройка Вадима Япончинцева. Он в центре под 8-м номером. По краям 81-й Дэвид Немировский. И 25-й Алексей Касауров. Матч обслуживает главный арбитр Александр Антропов из Екатеринбурга. Ему помогают лайнцмены из Питера Петр Алешин и Анатолий Елистратов. Вбрасывание у ворот скудры. Сегодняшние дуэлянты располагаются по соседству друг с другом в турнирной таблице. Занимая соответственно 12-е и 13-е места. Но на 12-м железнодорожники, несмотря на то, что имеют столько же очков, сколько армейцы. Это именно 11. Но провели ярославцы на целых две игры меньше, чем их сегодняшние оппоненты. И поэтому располагаются в таблице выше. Ну, что еще можно сказать? Две самые «гостеприимные» команды сегодня встречаются. Данное обстоятельство может сыграть на руку армейцам. Подавляющее большинство своих очков, а точнее 10 из 11 хоккеистов ЦСКА набрали за пределами Московской кольцевой автомобильной дороги. Ну, а что касается железнодорожников, лишь четыре игры они провели на своем льду. Пока к этому моменту одержали одну победу и в трех матчах потерпели поражение. Ну, причины столь неудачной игры дома находятся как в области психологии, так и в таких областях, в которых мы с вами, находясь у экранов телевизора, в общем, зачастую не имеем ни малейшего понятия. Можем строить гипотезы, можем высказывать разнообразные догадки, говорить о том, что, например, армейцам действительно не хватает болельщиков на трибунах. И вот в заполненных под завязку залах на выезде им играть гораздо приятнее. Посмотрим, получит ли подтверждение это предположение сегодня. Ну, а что касается ярославцев, может быть, их губит необходимость как раз вот при этих переполненных трибунах играть первым номером, стараться диктовать сопернику свои условия, может быть, увлекаться атаками в ущерб обороне. Может быть, может быть, все мы с вами сегодня увидим. Пока вторая минута у нас заканчивается, территориальное преимущество на стороне хозяев льда, это, в общем, объяснимо. Ну, вот и первый бросок, кстати, такой акцентированный, вступает в игру Петерис Скудро. И мощный Евгений Артюхин, 76-й номер Ярославской команды, там катился на добивание, не разбирая дороги. И даже несмотря на то, что там Скудро уже вылавливал эту шайбу, Артюхин сделал попытку выковырить ее из-под армейского галкипера. И так под неодобрительные взгляды защитников ЦСКА прокатился в сторону борта. Ярославцы выигрывают вбрасывание. Глазычев там боролся за шайбу в углу. С армейским защитником, ну, вот уже Егор Подомацкий вынужден вступать в игру. Звено Упера на площадке ЦСКА. Дмитрий Упер, 36-й номер. Эдуард Кудерметов, 15-й. Алексей Симаков, 14-й. Пытаются хозяева организовать контратаку, но не получается у них это сделать. Ярославцев звено Григория Шефигулина. Сейчас на льду. Вместе с ним Глазычев, 18-й и 11-й. Галимов. Вот сейчас опасно, едва не прошла эта передача на пятачок, где уже занимал позицию Упер. Тем не менее, все-таки Кудерметов сумел доставить ему шайбу. Может быть, позиция уже не столь выгодная для броска была Упера. Далековато от ворот он находился, но тем не менее, никто ему не мешал. Также акцентированный выстрел все видел Егор Подомацкий и вступил в угру. Ну а вот повтор эпизода, в котором чуть ранее Кудерметов имел очень хороший момент для взятия ворот. Ну и Подомацкий здесь неплохо действовал, сделал все от него зависящее. Закрыл собой максимально возможное количество пространства. Вынудил объезжать себя форварда, бросать поворотом с острого угла. И рядом со штангой шайба пролетела. Вновь первое звено на площадке у железнодорожников. Надо полагать, да, первая тройка нападений и у армейцев. Касауров не успевает к этой шайбе в средней зоне. В откат играют ярославские защитники. Передача на Непряева. Здесь очень четко против него Вадим Япончинцев действовал. Чуть на опережение сыграл Вадим. Завладел шайбой. Вот диагональной передачей по борту бросает своего партнера к воротам. Это Сергей Розин, защитник, подключался к атаке по месту левого Крайнева. Коварный наброс, подомацкий, вновь в игре. Галимов подхватывает шайбу. Геннадий Чурилов, прошу прощения, перехватывает ее на своем пятачке. Разворачивали ярославцы контратаку, но поторопился немного Дмитрий Волосенков. И была остановлена встреча в положении вне игры в бросовании в средней зоне. Главные тренеры команд прекрасно вам известны. Вячеслав Быков тренирует ЦСКА. Николай Борщевский свой четвертый матч в роли главного тренера Локомотива проводит. Блестящие в прошлом хоккеисты. Выиграли они множество наград на мировом уровне. Ну, в частности, и Николай Борщевский, и Вячеслав Быков. В 92-м году добыли для нашей страны последнее пока в ее истории хоккейное золото. Олимпийских игр в Альбервилле. Очень результативно тогда играли нынешние наставники встречающихся сегодня команд. Четыре шайбы забросил Быков. Семь раз зажигал за воротами соперников красный свет Николай Борщевский. Но это по странным сечениям обстоятельств. 7-4 именно с таким счетом Химик в прошлом туре выиграл у ЦСКА. Армейцы к этому матчу подошли с действующей серией из трех поражений подряд. И стоило нам об этом заговорить, как первая шайба отправляется в ворота Егора Подомацкого. Ошибся, похоже, сейчас голкипер. В общем, по идее, не должен был этот бросок таить в себе особую опасность. Да, из-под защитника он был произведен. Но довольно приличная была дистанция. Да и реагировал Подомацкий, но шайба между щитков у него прошмыгнула. И вот Юрий Добрыжкин, которого брали в ЦСКА на место забивного форварда. Довольно долго у Юрия не клеились дела в этом чемпионате. Но сам Вячеслав Аркадьевич Быков говорил о том, что не нужно сурово критиковать Добрыжкина. У форварда в жизни бывают такие моменты, когда, ну, как отрезает. Не могут они забить из выгодных ситуаций. Стоит забить одну шайбу и дело наладится. Юрий Добрыжкин эту самую шайбу забивает, выводя своих партнеров вперед. 1-0 в пользу ЦСКА и... Что здесь? Александр Атропов вносит уточнение в список офици... А... официантов. Боже мой, о чем это я? Ассистентов. Естественно, те, которые поднесли Юрию Добрыжкину шайбу на блюдчике с голубой каемочкой. И счет в этом матче на исходе пятой минуты открыт. Армейцы выходят вперед. Так вот, я продолжу. Серия из трех поражений подряд. Выдали армейцы. Ну, опять же, две из этих трех игр состоялись в Москве, где, в общем, не очень уверенно выглядят какие-то ЦСКА в последнее время. Ну, а что касается ярославцев, у них своя серия. Последний матч они проиграли в гостях трактору. Но вот все три матча под руководством Николая Борщевского заканчивались со счетом 3-2. Дважды железнодорожники одерживали победы. Над Ладой на своем льду и у магнитки выиграли в Магнитогорске. Но вот трактору в Челябинске со счетом 2-3 подопечный Николая Борщевского уступили. Армейцы, вдохновленные своим успехом, вновь идут вперед, располагаются в зоне. Там Кудерметов окопался за воротами. Вот уж действительно, глядя на этот эпизод, на его там нахождение в течение секунд десяти, вы понимаете, почему это место называлось Ложей Грецкий. Очень комфортно там чувствовал себя форвард. Другое дело, что передачу на пятачок выверенную сделать не сумел. Штрабак выбрасывает шайбу из своей зоны спокойно по бортику. Штрабак выбрасывает шайбу, который с утра выходит из ворот, прижимает шайбу ко льду и смена состава. Видите, сразу с точки взбрасывания организовалась эта атака первого Ярославского звена, но Скудра вновь был на чеку. Видите, как подскочила шайба, и здесь Непряев пытался ее протолкнуть с близкого расстояния, но отметим действие Константина Корнеева, защитника армейцев. Успел он поставить корпус Непряеву, не позволив тому продраться на пятачок и, может быть, там в ближнем бою попытаться выяснить отношение с голкипером. Чурилов выбирает шайбу под защитника, но Корнеев вновь здесь очень удачно действовал, встал на колено и заблокировал этот бросок, принял его на себя. И первое удаление будет в матче в составе красно-синих за задержку соперника Клюшкой. Кто-то из армейцев должен отправиться на скамеечку штрафников. Это Вадим Япончинцев заработал две минуты. Ну и в паузе там Скудра поблагодарил Корнеева за два подряд удачных действия вблизи своих ворот. Помешал сначала Непряеву, ну а затем и принял на себя бросок кого-то из форвардов Ярославцев. Вот повтор эпизода, в котором Вадим Япончинцев нарушил правила. И железнодорожники получают численное преимущество. Остаются у них на льду Чурилов, Сотоварищи, Горохов и Красоткин. Опытнейшая пара защитников. У армейцев защищается Добрыжкин, защищается Штербак, Никитенко лучший форвард оборонительного плана в составе ЦСКА. И Шефер, 13 номер, защитник. Ярославцы выиграли вбрасывание, что позволило им сразу же комфортно расположиться в зоне и приступить к осаде чужих ворот. Вот наброс от синей линии в исполнении Дмитрия Красоткина, ярославского капитана. Но там Волосенкову не позволили подставить клюшку. Волосенков у нас в начале сезона отказался от окладистой бороды, по которой он нам запомнился в играх плей-офф. Понятно, что на удачу из суеверных соображений отращивал бороду опытнейший ярославский нападающий. Но вот новый сезон, новый имидж. Гладко выбрит Николай Борщевский на ваших экранах. Вот продолжают пытаться за счет какой-то активной игры на пятачке. Ярославцы используют честное преимущество. Игорь Красоткин, вернее Горохов, так же, как и минуты, секундами ранее капитан, переправлял шайбу ближе к воротам скудера в расчете на то, что кто-то из партнеров там подставит клюшку. Звено Дмитрия Семина на площадке у железнодорожников. Вернее, он вышел на позицию цент-форварда. Волосенков по-прежнему на льду. И очень здорово здесь в отборе сыграл кист ЦСКА. Удалось армейцам вывести шайбу из своей зоны и получить небольшую передышку. 37 секунд еще в распоряжении железнодорожников на реализацию лишнего. У локомотива в этом чемпионате третий коэффициент реализации большинства. Чуть хуже 20% их показатель, но, опять же, каждое пятое удаление у соперников идеи железнодорожники должны реализовывать, согласно этим цифрам. Очередной наброс на пятачок. Скудра в игре. Довольно непросто ему там пришлось. Тем не менее, с честью вышел армейский голкипер из этой ситуации в полном составе армейцы. Ну, в тот самый момент, вернее, за мгновение до того, как покинул скамеру Штрафникова. И через мгновение после того, как он покинул скамеру Штрафникова, уже был произведен проброс. И шайба возвращается по владению Петера Скудры. И Панчинцев, отсидев две минуты, сразу же встает на точку вбрасывания. Александр Антропов, ну, и здесь находится у судейского столика. И как процедурные вопросы решает. Ну, вот все. Показывает он, что игру можно продолжать. У железнодорожников Григорий Шефигулин был на вбрасывании. Но здесь поменялась очередность выхода звеньев на лед у ярославцев. Связано это было с тем, что практически две минуты не уходил со льда Волосенков. Из первого звена. Ну, вот сейчас против первой армейской тройки номинально четвертое ярославское звено на льду. Пошли, пошли, пошли. Очередной проброс. И на этот раз вбрасывание будет у ворот Егора Пономанского. Ну, что, армейцы выстояли в меньшинстве. Да, Скудри приходил иступать в игру, но до каких-то сверхсерьезных угроз дело не доходило в эти две минуты. Никитенко накатывается на дальнюю штангу. Ну, пытался Добрыжкин осуществить туда на него перевод, но не прошла. Да, это передача Аншаков-Никитенко-Добрыжкин. Так выглядит это армейское звено. Очередная бабочка пролетает в районе вратарской Петриса-Скудры. И тот легко ловит ее в ловушку. Кирюхин заложил вираж и с круга вбрасывания угрожал воротам. Но от борта не опасный бросок, даже несмотря на то, что там Артюхин вновь находился в непосредственной близости от ворот. И, в общем, мог вмешаться в развитие этого эпизода. Ну, вот еще, кстати, перестановка в составе Звенев. Артюхин, Кирюхин и Васюнов. Здесь два... Не Васюнов, а Артем Анисимов. Естественно, здесь два молодых хоккеиста. Ну и Артюхин, имеющий опыт игры за океаном в роли такого своеобразного. Дядьки-наставник у них выступает. Артюхина подвергали критике на старте чемпионата за огромное количество удалений, которые он зарабатывал в самые неподходящие моменты. Но вот в последних играх как-то смог взять себя Евгений в руки. Ну, привык к тем требованиям, которые предъявляют арбитры игрокам Суперлиги. И удалений стало меньше. Паршин борется за воротами с Хауэром. Все-таки сохраняет контроль над шайбой. Тут партнер готов помочь, но... Широков это был, но Паршин решил самостоятельно выбираться из-за ворот. Бросил больше в их сторону. Белов здесь углубился в зону. Армейский защитник. Ну, вот и теперь Широков там в одиночку пытался разобраться с двумя соперниками. Белов успел восстановить позицию, вернуться назад. Но вот выбрасывая шайбу по борту ошибается. Непряев ее подхватывает. Бросок Скудра был закрыт своими и чужими, но выкатился под этот бросок. И шайба, как намагниченная, приклеилась к нему. Бергенхайм пытался там сыграть на добивании после мощного броска Горохова. Рядом был и Чурилов. Но Скудра принял шайбу на себя и затем вторым движением прижал ее ко льду. Очень неплохая атака получилась у железнодорожников. Но началось все с ошибки Антона Белова, который в довольно простой ситуации не сумел шайбу из зоны выбросить. Волосенков кружит по зоне Ткаченко вместе с ним. Красоткин считает адресата для передачи. Находит ее в лице Волосенкова. Удается ярославцам войти в зону. Но довольно узким фронтом здесь железнодорожники атаковали. И Штербак так с легкостью разобрался в этом треугольнике. И шайбу соперника отнял. Меняются ярославцы. Но вот здесь, начиная с первого периода, Николай Борщевский начинает тасовать составы звеньев. Сейчас центральным нападающим вместе с Ткаченко и Волосенковым играл экс-спартаковец Дмитрий Семин. 42-й номер. Такое впечатление, что Волосенков вообще в двух звеньях сейчас на лоб выходит. Очень много времени на площадке проводит. 52-й номер железнодорожников. Кстати, Волосенков уже 11-й сезон проводит на высшем уровне в российском хоккее. И все предыдущие 10 лет отыграл он в одной команде в Ярославском локомотиве. Вообще же, довольно много таких игроков в составе ярославской команды долгожителей. Вот Сергей Жуков, например, проводит свой 13-й сезон в Ярославле. Алексей Васильев, 9-й. Капитан команды Дмитрий Красоткин вообще 17-й год уже играет в локомотиве. Ну а подобной предности одному клубу по нынешним временам можно только мечтать. Очень заслуживающий всякого уважения подход к комплектованию команды в Ярославле. И дай бог каждому. Ну и не боится руководство клуба идти на перемены. Не задалось на старте чемпионата у Владимира Юрзинова. По обоюдному согласию, именитейший наш специалист ушел в отставку. И теперь один из самых молодых наставников Суперлиги на Тремском мостике ярославцев. Есть очень много молодых игроков 87-го, 88-го года рождения. Также воспитанников местной школы. И до тех пор, пока будет подпитываться главная команда своими резервами, за будущее хоккея в Ярославле волноваться не приходится. Ну вот один из сторожилов-железнодорожников Алексей Васильев заработал две минуты, отправился на скамейку штрафников. ЦСКА получает численное преимущество. В последних матчах не очень ладится у них с реализацией лишнего. Голы-то в большинстве ЦСКА забивает. Но, как правило, это происходит в те моменты, когда решена уже судьба матча. И ничего кроме морального удовлетворения эти голы подопечным Быкова не приносят. Так было и в поединке с Химиком, когда во втором периоде голкиберы обстучали всего вратаря подмосковной команды. Синяков и Шишек оставили ему в огромном количестве. 8 минут играли во втором периоде в большинстве. 21 раз бросили по чужим воротам, но не смогли забить ни одного гола. И лишь в третьем периоде, когда разница в счете уже составляла три шайбы, вот как раз звено Александра Никулина, который сейчас ЦСКА на льду, одну шайбу в большинстве забило. Вот и сейчас, пока не удается армейцам комфортно расположиться в чужой зоне, очень активно действуют железнодорожники в углах площадки, не давая армейским форвардам времени и пространства на то, чтобы оценить ситуацию, принять правильное решение. И вновь через зону, за которую отвечал Антон Белов. Едва-едва не получилась контратака у ярославцев. Продирался, продирался там по ближнему к нам, к борту. Григорий Шифигуллин и продрался в итоге даже делал броском. Завершил и Скудра своих партнеров выручил. Ну а здесь по Домацкому пришлось потревожиться. Смотрим еще раз повтор атаки Шифигулина. Продавил он здесь Антона Белова у порта. Никулин пытался его даже прихватить, но от этого контакта Шифигуллин ушел, бросил Скудра безупречно. Действовал в этом эпизоде. 28 секунд до выхода оштрафованного игрока у ярославцев. Мартин Штрбак полагает, что еще две минуты нужно выписать соперникам за то, что выбросили они шайбу за пределы площадки. Но, похоже, был там какой-то рикошет. Вбрасывание в средней зоне было произведено. Семин выиграл его Упера. Сейчас очень неплохо 42-й номер играет на перехвате, но не пошел в чужую зону. Истекает время оштрафованного хоккеиста. Два соперника были там перед центрофорудом ярославцев. Предпочел он сохранить шайбу для своей команды, дождаться момента, когда появится удаленный Васильев на льду. В полном составе ярославцы. Ну что, армейцы еще менее убедительны, чем железнодорожники. Минутами ранее выглядели в большинстве. Так по существу, по-домацкому и не пришлось вступать в игру. Более того, в скудре пришлось поволноваться гораздо больше. Ткаченко закладывает вираж. Конечно, вот здесь какая-то передача небрежная в коньки партнеру, проезжавшему мимо, и потерей все это закончилось. Ипанченцев сохранил шайбу, подключил к этой атаке Косаурова. А вновь меняются они позициями. Такое скрещивание. И Симаков отклеился от защитника. Сильным бросок не получился, но тем не менее полетела шайба в створ. Подомацкий встал у него на пути. Здорово продирается по борту Дэвид Немировский. Но все-таки там у лицевой линии настигают его соперники. Но и в бросок следует поворотам Подомацкого. Надежно играет Егор. Еще один бросок! Но уже тут свисток был. Розин после остановки игры уже заряжал поворотом. И попадет в Подомацкого. Быть большой драки на площадке. Смотрим повтор этого эпизода. Подомацкий блестяще выкатился из ворот, принял шайбу на себя. Пока она ему вниз шлема попадала, могла попасть в шею. И поэтому предпочел Александр Антропов на всякий случай игру остановить. Незащищенное место могла там под шлем попасть в шайбу Подомацкому. И подстраховался орбитер. Очень неплохо Аншаков действует здесь в отборе. Но все-таки удалось. Выгрев здесь под него шайбу, Бергенхайм. Прострел в центр. Вот видите, сейчас Бергенхайм вышел в звене с Чуриловым и Непряевым. Подменяя Власенкова в первой тройке. Аншаков вновь выцарапал шайбу. Добрыжкин здесь партнеру немножко помешал. Сходились они, едва не оказались в одной точке площадки. Тем не менее, за счет этого броска Аншакову армейцам удалось некоторое время пробыть в чужой зоне. Но как-то незаметно пролетел у нас первый период. Очень мало удалений было. Всего лишь по одному у каждой команды. Ну и остановок практически не было. И вот уже две минуты до конца первого периода остается. Армейцы мчатся буквально в контратаку. По пересеченной местности преодолевая упавшие клюшки соперников. Горохов подхватывает шайбу, оставленную ему по-домацким. Вот под конец периода довольно много брака в передачах мы видим. Из-за чего практически нет у нас в эти минуты каких-то осмысленных действий. Действий в нападении, каких-то атак, бросок, бросков. Поворотом. Горохов. Диагональную передачу от Красоткина получил. Крадется буквально к синей линии. Обыгрывается с Васенковым. Тот неточную передачу делает. Упер остроумно оставляет шайбу партнеру. Симагов прятал, прятал он под Горохов этот бросок. Но все-таки 77 номер принял шайбу на себя. Здесь Упер уже не в первый раз выводит на бросок после этой комбинации. Передача по центральной оси. Бросок с неудобного угла. Скудра показывает. Но тоже же мне в шляйбу попало. Почему? Не останавливается игра. Но посчитал арбитр, что с неудобной руки не мог произвести сильный бросок нападающей Ярославского локомотива. А значит, повода для остановки игры не было. В общем, это на усмотрение арбитра эпизод. А сейчас Скудра просто спасает свою команду в таком полушпагате, парируя бросок 11 номера Ярославской команды. Это Галимов. Имел прекрасную возможность под занавес периода сократить, сравнять счет. Лежит кто-то из Ярославцев без движения в углу площадки. Но встреча продолжается лишь сейчас. Александр Антропов встречу останавливает. Шефедулина Глазычев. Подъехали к своему партнеру по звену. Галимов там пострадал после столкновения с кем-то из армейцев. Но вот все-таки отдадим должное мужеству Александра. Без посторонней помощи предпочел он подняться и продолжить эту встречу. Неудачно врезался. Даже не столько в борт, сколько в заградительное стекло. Фору от железнодорожников. Ничего криминального в этом эпизоде со стороны армейцев не было. И совершенно справедливо не зафиксировал никакого нарушения правил. Главный судья. Вот это вы видели на скамейке запасных в полном боевом облачении. 33 номер запасной голки перца ИСК Иван Касутин. Не случилось ли что с кудрой, со скудрой, которому в последнюю минуту пришлось потрудиться, парируя опаснейшие броски хозяев? Пошел, пошел! Ну нет, вроде бы Петерис в рамке. И, может быть, просто перед уходом на перерыв Иван Касутин решил надеть шлем, чтобы лишнюю тяжесть в руках в раздевалку не нести. Чурилов на точке вбрасывания. Непряев и Бергенхайм. Так теперь выглядит это звено. И звучит сирена на первый перерыв. 1-0. Армейцы впереди после первого периода. После первого периода гости впереди. 1-0 благодаря шайбе, заброшенной Юрием Добрышкиным. На исходе пятой минуты. Этот успех стал для Юрия первым в сезоне. Ну и, естественно, армейские болельщики должны надеяться на то, что не последним. С небольшим преимуществом хозяев прошла первая 20-ти минутка. Скудрия! Петерису Скудри, голкиперу армейцев, в ряде случаев приходилось непросто. Однажды выручил он партнеров после броска Чурилова из убойнейшей позиции. Великолепно среагировал Петерис на бросок с ближнего расстояния. И щитком в каком-то неимоверном полушпагате отвел угрозу от своих ворот. И сейчас вот у Бергенхайма, который по ходу первого периода перешел в первое номинальное звено ярославцев, Геннадию Чурилову и Ивану Непряеву. У Котубергенхайма, у финского нападающего, был хороший момент сейчас для того, чтобы сравнять счет. Но и здесь латышский страж ворот ЦСКА вышел победителем из этой дуэли. И вот по статистике 9-8 преимущество хозяев по броскам. Это, собственно, представляет нам наставников, играющих сегодняшних команд, играющих сегодня команд. С точки зрения убыкого опыта побольше, конечно же. Сегодня четвертый матч. Сегодня Николай Борчевский проводит в роли главного тренера Локомотива. Ну а так довольно живо проходила игра в первые 20 минутки. Единственное, что периодически очень много сумбура возникало на площадке. Очень торопились киевцы доставить шайбу вперед как можно быстрее. Из-за этого довольно много брака было. Но, в общем и целом, игра смотрится. Никитенко на точке вбрасывания пытается завладеть шайбой в углу площадки. Но там сразу трое соперников находились ближе к снаряду. И, собственно, им завладели Ткаченко. Перевод в центр и не успевает к этому прострелу Семин. Но этот наброс от синей линии для скудры не опасен. Армейские защитники там сумели разобрать своих оппонентов, контролировали их перемещение и не позволили ни подставить клюшку, ни сыграть на добивании. Да и скудра, собственно, не стало для него сюрпризом. Это вылетевшая на пятачок шайба. Никулин. Его звено на площадке у армейцев. Денис Паршин и Сергей Широков по краям в этом звене. Ну а железнодорожники Артюхин, Кирюхин и Артем Анисимов. Так выглядит тройка нападения локомотива. Нарушение правил зафиксировал арбитр за подножку. Удаляет он армейского защитника Азолина. И хозяева во второй раз в этом матче получают численное преимущество. Вспоминая предыдущее удаление, ярославцы довольно много времени в зоне соперника провели, но все ограничилось вполне безобидными набросами защитников от синей линии. Армейцы действовали внимательно, очень компактно в обороне и не позволили там форвардам вблизи своих ворот развернуться. Посмотрим, как будут обстоят дела на этот раз. Игнорирует арбитр до допадения кого-то из ярославцев. Ткаченко. Опасный бросок. Скудра отражает шайбу перед собой, но защитники вовремя приходят на выручку Бетересу и дают тому время, необходимое для того, чтобы вторым движением прижать ее ко льду. Ткаченко довольно долго владел шайбой, ждал он там, пока партнер поднимется, упавший перед воротами. И все-таки бросил. И смотрите, как тут Власенков отчаянно боролся на пятачке. И сразу два армейских защитника своими телами прикрыли скудру от наскоков аярославских форвардов. Коварный бросок у Ткаченко получился. Власенков отбрасывает шайбу своему партнеру. Вновь Ткаченко у ближнего борта. Поднимается на позицию защитника. Довольно много Иван владеет шайбой. Но вот что опять будет бросать. Это на этот раз передача на грани потери. Но, тем не менее, сохранили ярославцы контроль над снарядом. Семин вновь Ткаченко. Власенков там вблизи ворот ждет паса. И вновь такая сутолыка на пятачке перед воротами с кудры. Заканчивается она тем, что Семин вывозит шайбу из-за ворот и теряет ее в безобидной ситуации. Семаков. Рискованно. Но, тем не менее, риск этот оказался оправдан. Искал момент для передачи назад. Увидел Корнеева. И секунд 15 этим маневром Семаков у соперника украл. 45 секунд остается до выхода налет удаленного кутистов. Составится СК. Сходу удается железнодорожникам проникнуть в чужую зону. Расставляются они в ней. Это один сын номер Галимов. Упустил он в первом периоде верный момент для взятия ворот. А потом секундами позже был атакованный. Ну, Борта неудачно врезался в голову, но без последствий обошелся. Для него этот эпизод. Александр Галимов вновь на льду и очень активно выражает свое недовольство судейским решением. Арбитры выносят вбрасывание за красную линию, усложняя задачу кистам локомотива, у которых секунд 20 остается в распоряжении в лучшем случае. Никитенко вбрасывание выигрывает. Штербак подхватывает ее в своей зоне и мощным щелчком отправляет ее ближе к воротам Подомацкого. Добрыжкин готов там навязать борьбу. Не позволяет Бондареву начать атаку. И тем временем появляется пятый полевой игрок у армейцев. По похожей схеме железнодорожники разыгрывали большинство. Вновь игровая температура на пятачке перед воротами скудры повышалась. Тучи сгущались над воротами армейцев. Но молния не сверкнула, гром не грянул. Армейцы отбились. Белов очень активно уступил здесь в борьбу. Шефигулин стаскивал шлем с армейского защитника. И, видимо, за это будет он сейчас наказан. Если, конечно, со стороны Белова. Чуть ранее не было зафиксировано какое-то нарушение. Давайте смотреть. Нет, удаление будет в составе хозяев за опасную группу с окопой днятой крюшкой. За опасную группу с окопой днятой крюшкой. Молодым штампом наказан Григорий Шефигулин. Примерно 15-й, команда ЛНМ-1. Практически тут же уравнял количество штрафного времени у команд Александра Антропов. Похожая картина была, кстати, и в первом периоде. Но теперь слово за армейцами. Давайте смотреть, что они придумывают, разыгрывая лишнего. Вход в зону не удается. Там у борта не удалось укротить шайбу. Анисину, Никулин. Широкова, не очень точная передача. Жестко в конек она попала в 12-м номеру армейцев. Отскочила. И тут же Жуков и Чурилов навязали соперникам борьбу в углу площадки. Сегодня все-таки удалось перевести шайбу ближе к своей синей линии на Розина. Разыгрывали комбинацию сверху, но заглохла эта наступательная акция. Никулин здесь, казалось, удачно подыграл себе коньком, но вот клюшкой шайбу подцепить не успел. Широков, поперечная передача, смену там затеяли железнодорожники. Поэтому удалось армейцам довольно быстро вернуть шайбу к воротам Подоматского. И вновь приходится здесь за нее бороться. Вот в меньшинстве очень активно стараются ярославцы действовать в углах площадки. Те не дают времени и пространства армейским нападающим. И те вынуждены в основном заниматься тем, чтобы сохранять контроль над шайбой, не помышляя о создании каких-то угроз. Розин очень неплохо здесь закрывает зону. Но, тем не менее, настырность ярославцев приносит свои плоды и переводит они игру в чужую зону. Ну, а здесь Артюхин здорово поборолся с Шефером, опрокинул Упера. В полном составе. Есть локомотивы. Ну что, армейцы даже по воротам Егора Подоматского даже ни разу не бросили за эти две минуты. Шефер ошибается в передаче. Есть возможность для контратаки у железнодорожников. Бросок из подзащитника с удра. Далеко выкатился из ворот, сокращая угол обстрела. И поймал эту шайбу. Здесь проброс и бросок в зоне ЦСКА будет произведено. Естественно, большая заслуга в этом защищающихся игроков. Спецбригад меньшинства и той, и другой команды. Но все равно хотелось бы как-то больше нестандартных действий видеть в этих ситуациях. Шефегулин входит в зону. Идет один на двоих соперников. Но здесь армейцы очень четко разбираются. Немировский втаскивал шайбу в зону. Тут же был атакован, едва перейдя синюю линию. Партнером зацепить все не удалось. И вот провал идет. Два в одного. Шефегулин принимает решение бросать сам. И вновь Скудра встает на пути шайбы. За счет партнера здесь Шефегулин действовал. Показывал, что угрожал передачей. Поверил в это защитник. Но пробить Скудру Шефегулин не сумел. Смотрим повтор этого эпизода. Тут едва-едва Петерес и ловушкой сразу с первого предъявления. Эту шайбу не поймал. Но вторым движением накрыл. Не выключился Шефегулин из эпизода. Пытался добить, но уже пространства там ему не хватило. Аншаков, Волосенков его прессингует. Тем не менее, удается сделать передачу на партнера. Никитенко падает. Нет нарушения правил. И контратака Ярославцев. Успели армейцы вернуться в зону. Два защитника там готовы были встречать атакующую комбинацию железнодорожников. Да и Никитенко быстренько вернулся. Не очень уверенно действовал армейский защитник Максим Гончаров. Но обошлось все для него в этом эпизоде. 8 минут 30 секунд сыграли команды во втором периоде. Шайба заброшена в первом периоде. Юрием Добрышкиным по-прежнему остается единственный. Аншаков. Три в два. Мартин Штрбак оказывается на острие атаки. И теперь нужно ему возвращаться, потому как один там остался его партнер по обороне Артюхин. Бросок из-под защитника. Там, по-моему, рикошет был. И вышел ворот. Шайба пролетела. Хирюхин. Аншаков покатил на смену. Артюхин! 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 Паршин входит в зону. И другие оближают защитника. Уходит за ворот. И отличную передачу из-за ворот делает. Подомацкий потерял шайбу из виду. Защитник ярославской команды принял ее на себя. Очень неплохо сейчас Паршин действовал в этом эпизоде. И проброс очередной вбрасывание у ворот Петриса Скудера. Ну что? Обменялись соперники довольно опасными атаками. В последнем игровом отрезке. Но это история личных встреч. Нам предоставляет 29 побед. Значит, что в Матиле 21 у армейцев 10 матчей между сегодняшними двадиантами завершились в ничью. Но в прошлом сезоне железнодорожники две победы одержали. И лишь однажды в Москве была зафиксирована ничья со счетом 3-3. Кстати, вот приблизительно на этом же отрезке чемпионата армейцы также играли в Ярославле. Также не все в порядке было у них с обороной в начале предыдущего чемпионата. Довольно много команды пропускало. И вот игра в Ярославле стала иллюстрацией этой неважной игры армейской обороны. Быстро пропустили красно-синие две шайбы. Но это второму перерыву уже 5-2. Хозяева ввели в счете, и лишь в конце армейцам удалось довести счет до минимального. Но в той встрече хитриком отметился Владимир Антипов, межсезонье перешедший из ярославского локомотива в Салават Юлаев. Сегодня Антипова нет. Сегодня армейцы гораздо строже действуют в обороне. Ну и плюс Скудра выручает. Тяжело было обвинить армейского голкипера в пяти пропущенных им шайбы в поединке с Химиком. Очень уж здорово там действовали подмосковные нападающие. Да и от своих защитников помощи практически Петерес не получал. Но с другой стороны, опять же, вратарь он для того и поставлен в рамку, чтобы выручать. А вот касаемо... А вот с выручать были проблемы у Петереса в том матче. Пару раз действительно спас, но все-таки пять шайб он получил. Но вот сегодня пока неприступной стеной на пути форвардов ярославской команды стоит Петерес Скудра. И во многом его уверенная игра помогает армейцам сохранять лидерство в этом матче. Добрышкина у борта. Красоткин встретил, отобрал шайбу. И такой момент! Штанга! На этот раз Штанга спасает ворота ЦСКА после броска Ивана Ткаченко. Ну, расстреливал уже на выбор он сейчас Скудру. Петерес, опять же, сделал все от него зависящее, что он мог в этой ситуации. До шайбы не дотянулся, но Штанга вспомнила о том, чья она лучшая подруга. Да, транжирят, транжирят моменты для взятия ворот хозяева льда уже, ну, как минимум трижды должны были они зажигать красный свет за воротами соперника. Ну, и самое время сработать всем известному закону спортивных игр, согласно которому не забиваешь ты, а забивает тебе. Не успели сейчас хоккеисты ЦСКА вернуться в оборону. Сходу удалась размашистая атака железнодорожникам. Да, и вот этот эпизод заставляет Александра Антропова отправиться посмотреть кино. Но показалось ярославцам, что после броска Ивана Ткаченко шайба все-таки пересекла линию ворот, ударилась в сетку вплотную к штанге и выскочила затем в поле. Ну, кстати, с той точки, в которой мы с вами наблюдали этот эпизод, было не очень хорошо видно. Давайте смотреть. Судьи свой повтор, напоминаю вам. Ну, а мы, что здесь видим? Мы видим, что шайба скрывается за скудрой и потом уже выскакивает на пятачок при его вороте. Скорее всего, она все-таки действительно угодила в штангу, потому что по полету она летела бабочкой, и попадив в сетку, ну, наверное, не так сильно выскочила бы она из ворот. Ну, вот, требуется Александру Антропову. Берет он подсказку в звонок другу. Ну, и видеоповтор лишь убеждает арбитра в правильности принятого ранее решения. Взятия ворот не было. Игра продолжается при счете 1-0 в пользу ЦСКА. Анисимов, Кирюхин и Артюхин на площадке у железнодорожников. Тройка нападения выпадет так. У армейцев звено Широкова. И Юркий Паршин, пытаясь по борту убежать от соперника, вынуждает того нарушить правила, и армейцы получают честное преимущество. Аникеенко руками здесь себе помогал остановить армейского форварда и переусердствовал. В общем, ЦСКА третий раз в этом матче получает численное преимущество. Вот опять же, согласно статистике, железнодорожники не очень уверенно чувствуют себя, имея на одного игрока меньше, лишь 15-й коэффициент стойкости их обороны в меньшинстве. Но, вспоминая, опять же, предыдущее удаление, вообще ни одного броска по воротам соперника армейцы не сделали. А вот сейчас очень здорово Александр Никулин подставлял клюшку под бросок от синей линии. Сейчас с острого угла попадает в щиток по Домацкому. Но вот это уже похоже на игру в большинстве. Азолин и Белов пара защитников. Шайба покидает пределы площадки и арбитр, похоже, выносит бросок в среднюю зону. Ну вот список штрафников на ваших экранах. Евгений Артюхин, 48 минут штрафных имеет, но возглавляет список два хоккеиста подмосковного Витязя, Борис Миронов и, конечно же, Рид Симпсон. Симаков, Кудерметов приходит ему на помощь. Сменили армейцы свою пятерку. Звено Упера вышло на реализацию. Но у них пока тоже неважно, дело обстоят с розыгрышем лишнего. Симаков. Ярославцы расставляются на своей синей линии. Иван Непряев. Будем чуть-чуть вперед. Вот Шефер здесь за счет индивидуальных действий ввез шайбу в чужую зону. Закатился за ворота, поехал восстанавливать позицию. А вот за воротами уже никого не было, чтобы побороться за шайбу вновь. Розин. Вошли армейцы в зону. Касауров оставляет шайбу Немеровске. Розин. Расчетливая передача на пятачок. И Касаурова. Касаурову там развернуться не дали. Хоть и говорят, что хороший пас ударом не пропадает. Здесь очень внимательно действовали ярославские защитники против армейского форварда. И не позволили тому подставить кружку. Япончинцев здорово выигрывает вбрасывание. Бросок мощнейший. Подомацкий отражает эту шайбу. На подборе армейцы преуспели. Немеровский в полном составе железнодорожники. Пас на пятачок. И на этот раз Горохов внимательно действовал против Япончинцева. Бросить Япончинцеву все-таки удалось. Но это был момент контакта с ярославским защитником. И сильно бросить по воротам армейскому центру форварду не удалось. Ну что же. И третий раз в этом матче не удалось. Слеская использовательное преимущество. Но с другой стороны поинтересней действовали красно-синие при ростгрыше этого большинства. В полном составе хозяева. Аншаков. Не позволяет шайбе дойти до Лосинькова. Борьба в углоплощадке. Завладевает шайбой железнодорожники. Удаление будет у армейцев. И здесь абсолютно простое и абсолютно правильное решение принимает Дмитрий Семин. Доставляет он шайбу в чужую зону. И затем просто бросает ее в сторону с кудры. С тем, чтобы игра была остановлена. И в бросовании было в ворот ЦСКА. За такой игрока, не владеющего шайбой, Сергей Аншаков, получает двухминутный штраф на Лосинькове. Он сфалил в этом эпизоде. И две минуты в распоряжении Ярославцев на розыгрыш лишнего. Штарбак, но чужой синий, борется за шайбу. Звенок Галимова. Ой-ой-ой, еще одно удаление у ЦСКА. Добрышкин перестарался в этом эпизоде. И оставляет он своих партнеров втроем на долгих-долгих полторы минуты. И это уже очень серьезно. Прямо на глазах арбитра Юрий Добрышкин. Автор единственной пока заброшенной шайбы. А в этом матче не по правилам атаковал Александр Галимова. И что? Пятером против троих. Очередное нелегкое испытание выпадает на долю Петериса с кудры. Выигрывают ярославцы в браслане. Ткаченко с шайбой. Васильев один будет контролировать синюю линию. Пока... Как по нотам разыграли эту нехитрую комбинацию ярославцы. И Брэд Хауэр, по-моему, принимает поздравления от партнеров. Мощнейшим щелчком пробивает он с кудру. До этого все угрозы у своих ворот ликвидировавшего. Да, удружил, что называется, Юрий Добрыжкин. Железнодорожники продолжат владеть чистым преимуществом. Будет, правда, теперь гостям полегче. Пятером против четверых. Вот они действуют. Вторую шайку в сезоне, если я не ошибаюсь, записывает на свой счет американский защитник Локомотива. Но вообще довольно результативно он играет. В прошлом сезоне выступал за швейцарский Давос. Помним мы его по играм Кубка Шпенглера. Это год. В 58 матчах за Давос 18 шайб забил американец и сделал порядка 20 голевых передач. А если быть совсем точным, то 31. В общем, очень неплохая результативность для защитника. Ну и сейчас он продемонстрировал, собственно, как это у него там в швейцарском чемпионате получалось. 1-1 и меньше пяти минут остается до конца второго периода. По-прежнему владеют численным преимуществом хоккейсты Локомотива. Тройка Семина у них осталась на льду. А вот здесь Красоткин на синей линии не сумел выловить эту передачу. И вынуждены... Шифигулин торопится к шайбе. Но опережает. Вот он защитник. Правда, выбросить ее из зоны не удается. Сейчас вновь Шифигулин делает передачу на Галимова. И тот призывает на помощь богометкой стрельбы. Богометкого броска. Скорее, потому как передачу ему партнер сделал идеальную. А вот Галимов по шайбе толком так и не попал. Выигрывают железнодорожники вбрасывание. Бросок от синей линии Скудра. Успевает подставить щиток. Защитники шайбу с пятачка выбрасывают. Шифигулин. Переводит шайбу на синюю линию. Получает обратную передачу от защитника. Здесь набросок на Фхауэра пытались вывести. Но не точной получилась эта передача. Американец шайбу укротить не сумел в полном составе. Играют армейцы. И проброс. Следует вбрасывание будет у ворот Егора Подомацкого. Благодарит Хауэр Шифигулина за передачу, которую тот делал в предыдущем эпизоде. Тройка Япончинцева на площадке у ЦСКА. Мы в первой звенье команд на льду. Геннадий Чурилов. Иван Непряев и Шон Бергенхайм. Как-то незаметен сегодня финский гренадер. Практически не видим мы его. С шайбой считанное число касаний вообще снаряда он сегодня совершил. Но как-то на пятачке особо не был замечен в каких-то хоккеистах. Хотя в общем габариты этого хоккеиста позволяет ему очень комфортно чувствовать себя в подобного рода игре. Бергенхайм попытался зацепиться за шайбу в чужой зоне. Звено Артема Анисимова на площадке у Ярославцев. Его верные партнеры Кирюхин и Артюхин вместе с ним. Ну а у армейцев Добрыжкин с партнерами на льду. Две с половиной минуты у нас остается до конца второго периода. 1-1. Хозяевам удалось сравнять счет. Используя численные преимущества 5 на 3. Артюхин катится медленно. Но попробуй вычеркни шайбу из-под этого гиганта. Больше 190 сантиметров рост у Евгения. За 100 килограмм вес. В общем статью бог не обидел. И какой момент. Аншаков едва не подставил клюшку. Выпустил там его из-под своего неусыпного внимания Виталия Аникеенко. Этих мгновений едва не хватило Аншакову для того, чтобы переправить шайбу в ворота. Артюхин подхватывает шайбу на своей синей линии. Бросок из-под защитника над скудрой. Шайба пролетает. Еле-еле успел голову убрать армейский голкипер Никулин. И здесь Горохов применяет суровый силовой прием против Паршина. Тем не менее не выключился армеец из эпизода. Продолжил борьбу за шайбой. За шайбу и во многом благодаря его усилиям Никулин все-таки ей завладел. Белов рискованно во всех отношениях действовал в этом эпизоде. Да, существовала вероятность того, что на пятачке окажется кто-то из партнеров. Если попадет шайба в конек к защитнику. Но опять же диагональная передача назад. С учетом того, что Белов защитник грозил обернуться крупными неприятностями. Ну а здесь что? Здесь Широков с лета не сумел переправить шайбу в ворота. Подключается к атаке Белов. Ну же! И на этот раз, похоже, опять же лишнюю передачу Антон Белов делает. Великолепно он подключился. Великолепно он подключился к этой атаке. Получил передачу. Вот, собственно, этот момент. Последняя минута второго периода заканчивается. И надо же такому случиться за одну секунду. До конца второй двадцати минутки армейцы зарабатывают малый штраф за задержку соперника Клюшкой Зимаков. Отправится на скамейку штрафников. И третий период железнодорожники начнут в большинстве. Ну, нет, погорячился я насчет последней секунды. Секунд, наверное, еще 15-20 команды на льду проведут. Шефигулин рвется вперед. Галимов. Шефигулин пытался перевести шайбу на куточок, где ее давно уже поджидал Глазачев, но не вышло. Итак, второй период завершен. 1-1. Юрий Добрышкин в первом периоде счет открыл. А во втором именно Добрышкин на ровном месте в безобиднейшей ситуации заработал удаление, оставив своих партнеров втроем против пятерых соперников. И буквально секунд 20 потребовал железнодорожникам на то, чтобы скудру пробить. Вывели на бросок защитника ярославской команды Бретта Хауэра. И тот расстрелял ворота, сравняв счет 1-1. И третий период армейцы начинают в меньшинстве. В концовке второй 20-ти минутки был удален Александр Симаков. И где-то, начиная с этого момента, еще минутку железнодорожники проведут в большинстве. Второй период также с небольшим преимуществом. Ярославцев прошел. Чаще они тревожили скудру бросками по его воротам. 11-7 соотношение бросков во второй минутке. 20-16 по итогам 40 минут игры. Один раз за армейцев сыграла штанга, когда Ткаченко выкатился по центру ворот и бросал из-под защитника. Арбитр матча Александр Антропов даже взял небольшой тайм-аут с целью посмотреть видеозапись момента. Но видеозапись показала то же самое, о чем догадывались мы и с вами. У кого взятия ворот и в помине не было. Во второй 20 минутке, откровенно говоря, не могу я припомнить ни одного эпизода, когда армейцы реально угрожали воротам соперника. Ну, может быть, ближе к концовке подключение Антона Белова к атаке могло закончиться плачевно для Егора Подоматского и его товарищей. Но не просто там было защитнику разобраться в этой ситуации. Сделал Антон Белов пас на пятачок. Но игрока, который находился непосредственно вблизи ворот ярославцев, заблокировали. Ну и второй нападающий получал шайбу уже стоя за лицевой линией и сделать ничего не мог. В полном составе армейцы не позволили они сопернику бросить по своим воротам ни разу со старта третьего периода. А сейчас вне игры фиксирует арбитер и бросок не будет в средней зоне. 1-1 у нас на табло. По странному сечению обстоятельств именно с таким счетом завершились вчерашние поединки чемпионата России по хоккею. Северсталь на своей площадке сыграл в ничью с ХК МВД. И питерские армейцы также 1-1 миром разошлись с динамовцами. Ну что, эпидемия 1-1 не хотелось бы. Тем более, что результативность футбольного тура российской футбольной премьер-лиги очень и очень неплохая. Хочется, чтобы и хоккеисты, в общем, чаще, радовали нас заброшенными шайбами. Иван Непряев входит в зону, делает поперечную передачу. До Бергенхайма шайба не доходит. Но вот уже можете ради интереса посчитать, сколько раз вообще коснется шайбой 10-й номер ярославской команды. Человек-невидимка. Прямо скажем, в этом матче шон Бергенхайм. Как ему удается это с такими габаритами, я, честно говоря, не могу себе представить. Молодежное звено ярославцев на льду. Анисимов с Кирюхиным и Артюхиным. Покинула шайба предела площадки. Очередное вбрасывание будет произведено. Выиграли его ярославцы. Кирюхин отдает шайбу своим защитникам. И на этот раз дело заканчивается пробросом. Партнер Алексея Васильева, четвертый номер, Игорь Зубов, пытался сделать передачу под синюю линию. Но не точная она получилась. И в итоге шайба у ворот. Егора Подомацкого. Это вы видели таблицу самых полезных игроков чемпионата по системе плюс-минус. Сергей Мазякин вберите на лихом конец. Показательной полезности плюс пять. Как он считается, я думаю, вы в курсе. Но для тех, кто нет, сообщу. Если игрок находится на площадке в тот момент, когда его команда забивает, он получает плюс. Соответственно, если пропускает, то минус. Причем это считается только при игре в равных составах. При игре в равных составах. Александр Симаков там получил клюшкой по лицу. Алексей Симаков, прошу прощения, получил там клюшкой по лицу. Какое-то время потребовалось ему на то, чтобы прийти в себя. Но вот сейчас 14-й номер армейцев готов продолжить игру. Артюхин щедро раздает подзатыльники. Ну вот здесь он уже въехал в зону действия питерских лайнсманов. И как-то сумели они усмирить габаритного форварда ярославцев. Очень здорово из-за ворот Артюхин выезжал. Бросил по воротам неудобной стороной клюшки. Скудров вступил в игру. Ну а здесь с Кирюхиным Розин боролся. Все закончилось благополучно для армейцев в этом эпизоде. Симакову, похоже, пострадавшему несколькими секундами ранее оказывают помощь на скамейке. Медперсонал армейской команды. 3 минуты 20 секунд сыграно в третьем периоде. 1-1 по-прежнему по-дамасски вступил в игру. Сделал передачу в среднюю зону. Но там Шефер, армейский защитник, ее перехватил. Вновь хозяева пытаются начать свою атаку. Власенков шайбу у борта не выловил. И что у нас здесь? Здесь у нас Горохов. Здорово действует в отборе. Хорошая вертикальная передача. И Власенков может обыгрывать центр. Бросок! И Скудра! Может быть, не сильным получился бросок у Власенкова в этом эпизоде. Но по темпу, по развитию этой атаки очень здорово. Он действовал, смотрите, как великолепно обыграл защитника. Перенес за него клюшку. И так уже пришлось ему тянуться к этой шайбе. Но, тем не менее, дело до броска довел. И до броска опасного, в принципе, мог там поймать галкипера на противоходе. Тем более, что бросок с неудобной стороны клюшки, он непредсказуем. Непредсказуем полет шайбы после него. И, в общем, таит он определенную опасность. Но Скудра очень грамотно занял позицию. И выручил своих партнеров. Добрыжкин отбрасывает шайбу в направлении партнера. Но не точно получается эта передача. Вот уже Глазычев идет вперед. Один против двух защитников. Берет он паузу, ждет партнеров. Галимову адресовалась эта передача. Но не поспел он к ней. Антон Белов берет паузу за своими воротами. Ждет, пока сменятся его партнеры. И Паршин. Он так попугал Егора Подомацкого. Впрочем, действовал безупречно. И вот, едва не провалились здесь армейцы. Вновь Артюхин. На игру в три звена, похоже, перешел Николай Борщевский. Или, может быть, не сменился кто-то из форвардов. Артюхин с Чуриловым и Непряевым сейчас на льду. Ну вот, в двух выездных матчах против Магнитки и Трактора неизменно в третьей двадцати минутке Николай Борщевский переходил на игру в три звена. Удавалось его подопечным как-то извинтить темп. Но вот в поединке с Трактором это не особенно помогло. Отыграться подопечные Борщевского не сумели. А здесь повтор эпизода с участием Александра Никулина. Очень неплохой рейтм к воротам совершил. Упер проигрывает вбрасывание. Длинная передача в расчете на рывок Волосенкова. Но, опять же, точности не достает довольно существенно. И вбрасывание у ворот Егора Подомацкого Мартин Штербак. Славацкий защитник был на ваших экранах. Мартин Штербак, обладатель полного комплекта медалей чемпионата мира. Золото, серебро и бронза в его коллекции присутствует Волосенков. На одном конечке уезжал от защитника. Все-таки бросил из этой не очень удобной ситуации. Стоя на одной ноге с острого угла. Скудра выкатывается из ворота, оставляет шайбу Штербаку. А тому тут же борьбу Семин пытался навязать. Но габаритный Словак там надежно укрыл шайбу от посягательств. Ярославского защитника Семаков. Здорово валит с ног Горохова в чужой зоне. И уже штурмворот Подомацкого. Хлесткий бросок от порта. Но, опять же, довольно быстро развивались события. По моему скромному разумению, имел право на бросок в этой ситуации игрок армейской команды. Вот повтор силового приема Семакова. Не расстался еще, по большому счету, Горохов с шайбой. И поэтому лишь продолжал свое движение. Семаков чисто в корпус сыграл. Никакого удаления не было и в помине. Ну, похоже, команды российской суперлиги успевают. Вернее, начинают привыкать к новой трактовке правил. Все меньше и меньше удалений становится. Уже редко повторяется та ситуация, когда по полматча, как в начале чемпионата, проводят команды в меньшинстве. Ну, за примерами даже далеко ходить не надо. Вот, допустим, в поединке «Витязь-Авангард», которые о мяче проиграли со счетом 2-4. 10 минут штрафа набрали о мяче. Всего лишь 5 малых штрафов заработали хоккеисты Сибири. В общем, довольно, предпочитающий довольно жесткий хоккей. В своем поединке вообще всего 6 минут штрафа заработали. И сегодня удалений у нас довольно немного. По одному разу удалились команды, удалились хоккеисты обеих команд в первом периоде. Чуть больше нарушений было во второй 20-ти минутке. И опять же, вот третий период мы видим без удалений. 7 минут сыграно. 1-1 у нас по-прежнему. Ну, ярославцы идут вперед. А Васильев берет инициативу на себя. Защитник доставляет шайбу в зону. Подает она ему между ног и пытается он здесь сориентироваться в новых условиях для себя. Глазачев с Розином сошлись. Здесь же Галимов рядом. Вот, разбили здесь хоккеисты на пары. И все-таки удается шайбу от борта ярославцам отклеить. Глазачев не сумел ее обработать. Бросок от синей ледней шайба. Опять же, не сразу, но все-таки стала добычей Петри с эскудрой. Розин там своему голкиперу помог. А Галимов угрожал воротам. Блин, не угрожал воротам, а пытался максимально затруднить работу Петри с эскудрой. Бросал защитник. А Галимов там занимал позицию перед защитником. Ну да, вот и перевели Бергенхайма из первого звена. Также, похоже, усадил его на лавку Николай Борщевский. Артюхин перешел в звенок Геннадию Чирилову и Ивану Непряеву. Артюхин вытеснили все-таки его за ворота. Хорошую по замыслу передачу Артюхин исполнял на пятачок. Но никого из партнеров там не оказалось. Начинают открываться. Игра счет не устраивает ни ту, ни другую команду. И вот мы видим, как получают и те, и другие возможности для контратак. Паршин, правда, сейчас поторопился. Раньше времени зашел в зону. Симаков владел шайбой. И вот сейчас выговаривает он своему молодому партнеру по команде за невнимательность в предыдущем игровом эпизоде. Звено Дмитрия Упера на площадке УЦСК против тройки Дмитрия Семина. Два тески. Поиграли кто-то другой в свое время за столичный Спартак. Красоткин первым был на шайбе. Отбросил ее в сторону партнеру Ткаченко. Там ее сохранил. Вновь Красоткин ставит корпус, не пуская к шайбе. Упера. Ну и продолжений особенных нет. Вот здесь Горохов просит шайбу на противоположной фланге. Получает ее. Наброс на пятачок. И здорово подставлял клюшку Семин. Чуть-чуть точности не хватило ему. А в этом эпизоде Красоткин нарастает давление хозяев площадки на ворота Петериса Скудры. Ну и давайте посмотрим, не дрогнет ли армейская защита. Семь шайб ССК пропустил в предыдущем поединке против Химика. И последний раз такое случалось почти больше полутора лет назад. 28 января 2005 года. Семь шайб армейцам забросил омский авангард. Вячеслав Быков на пресс-конференции после матча сказал о том, что здесь это первый и последний матч в этом сезоне, когда моя команда столько пропускает. Армейцы в атаке. Ну, Корнееву второй бросок сделать не позволяет Горохов. Принимает он шайбу на себя. Ну, здесь борьба в углу площадки. Преуспевают в ней железнодорожники. Очень вовремя Глазачев там вмешался в развитие событий. Бондарев падает. Не будет удаления у армейцев. Шефер не лучшим образом действует. Глазачев пытался сделать, осуществить перевод на противоположный фланг. И контратака 3-2, но здесь не очень точная передача. Немировский делает. Сауров. Броском с острого угла пытался потревожить Подомацкого. Не вышло. Бондарев, воспользовавшись воротами, уходит от преследующего его Аншакова. Заставляет шайбу в передовую зону. Скудра первый. И что, удаление будет у Ярославцев? Да, так и есть. За атаку Галкипера. Неправильная атака соперника Артюхин. Все тот же Артюхин, об удалениях которого мы вели речь. В первом периоде. В первом периоде. Четвертый раз. А в этом матче. Артюхинский ЦСКА получает численное преимущество. Скудра свое дело в этом эпизоде сделал. Не исключено, что и представлялся в этом эпизоде под соперника латышский страшворот армейцев. Дело сделано. Большинство для своей команды он заработал. Тройка Никулина выходит на реализацию большинства. Белов и Азолин пара защитников. Вот Паршин. Не получается расставиться у армейцев в чужой зоне. Выбрасывают ее Ярославцы. И Непряев здесь выигрывает состязание в скорости у Азолина. Но вот Паршин приходит на помощь своим защитникам и обкрадывает Ярославского форварда. Не удалось Никулину перенести клюшку через Хауэра. И вновь Скудра вынужден вступать в игру. 40 секунд. В большинстве армейцы отыграли. Пока без угроз чужим воротам. Сколывает там наступление армейцев Галимов в чужой зоне. Штрабак ищет адреса для передач. Но буквально из-под него шайбу Симаков выгребает. И сам идет вперед. Наукера по борту пробрасывает. Дальше продолжить движение шайбы по борту не дает Красотки. Но все же сейчас, похоже, удается закрепиться армейцам в зоне. Симаков на дальней штанге, но бросает. Бросает по воротам Мартин Штрабак. Егор Подомацкий не без труда, но парирует этот бросок. Коротким замахом атаковал Штрабак. Низом летела шайба. Рассчитывал на то, что, может быть, кто-то из партнеров сумеет подставить клюшку. Словак, но нет, никто не успел. И по-домацки шайбу ко льду прижал. Брасу не арбийцы выиграли. Это им на руку. Кудерметов свободен. Получает шайбу. Тут же на него выкатывается защитник. Вновь располагаются армейцы Кудерметов. Шефер. Бросок. Не успел Штрабак прокатиться. И все-таки забивают. Забивают армейцы Кудерметов. С близкого расстояния расстреливает уже пустой угол ворот. Ну и отметим работу Штрабака на пятачке. Васильев вон там панику. Отвлек на себя внимание защитников. Здесь же и Симаков оказался. И вот вдвоем армейцы очень здорово там поборолись. Васильев зачем-то толкнул Симакова на своего собственного галкипера. Помешав по-дамасскому добраться до шайбы в этом эпизоде. А вот за Кудерметовым никто из ярославцев не уследил. Ну что же. 2-1 армейцы. С четвертой попытки разыграли такие лишнего. Ну и вот удаление Артюхина. Аукнулось его команде. 2-1. Заиска впереди. 7,5 минут остается до конца. 3-го периода. Пятью минутами ранее было заметно, что инициатива постепенно начинает переходить с железнодорожником. Вернее, скажем так, более акцентированно заиграли они впереди. И давление на ворота Скудры стало нарастать. Но вот и сейчас Артюхин, горя желанием реабилитироваться за свое досадное удаление, там здорово боролся перед воротами Петера Скудры. Может быть, опять же такая сумбурная несколько атака получилась, но когда такая каша на пятачке перед воротами, вероятность случайного шального рикошета возрастает многократно. И вот в создании этой заварухи Артюхин принял самое непосредственное участие. Отбрасываются армейцы. Немировские подхватывают шайбу в чужой зоне. В ближний угол. Богатырский замах был. Но Хауэр успел заблокировать этот бросок армейского нападающего. И проброс очередной фиксируют арбитры. Вбрасывание в ворот локомотива. Звено Шефедулина на площадке у железнодорожников. Против тройки Никитенко. Армейский капитан выиграл это вбрасывание. Аншаков его, Васильев, припечатывает к борту. Не без нарушения правил, как мне показалось. А арбитру не кажется. Он все прекрасно видит. И за задержку Васильева куда-либо. Видите, здесь действительно так шашлык наверху. Насадил своего оппонента Алексей Васильев. И армейцы получают численное преимущество однажды. Уже удалось им использовать лишнего. И вот как раз отличившееся звено Дмитрия Упера вновь выходит на реализацию большинства. Упер, Симаков, Кудерметов. Защитников не успел я разглядеть. Горохов и Красоткин, надо полагать, держат оборону Ярославцев. Здесь же Шифигулин. И здесь же 11 номер Галимов. В какой тут бутерброд попал Александр Симаков. И, похоже, травму получил Алексей Симаков. Никакого злого умысла в действиях Ярославцев, естественно, не было. Потерял здесь Алексей равновесие. Но уже завершал силовой прием Горохов. Да и там и Красоткин как-то потерял равновесие. И, в общем, вся эта масса хоккеистов впечатала потерявшего равновесие Симакова в борт. Естественно, больно армейскому нападающему. Но будем надеяться, что ничего серьезного не произошло. По крайней мере, может он уже сыграть в черепаху. Александр Антропов по итогам этого эпизода никаких дисциплинарных санкций не выносит. Вот, смотрим и повтор. Может быть, чуть-чуть там придал небольшое ускорение ярославский защитник Симакову. Ну, а дальнейшее просто стечение обстоятельств стало Симаков. Ну, так довольно бодренько покидает лед. Отлежался Алексей, все вроде бы в порядке с ним. Хотя, конечно, удар был силен. Ничего не скажешь. Вынесли арбитры вбрасывание в среднюю зону. Купер и Кудерметов на льду остались. Сменилась у армейцев пара защитников. Шефер с шайбой. Здесь же Мартин Штрбак. Довольно рискованно играл он на своем пятачке. Непреев едва ее не перехватил. Япончинцев вышел. Так, два номинальных и центральных нападающих пытаются сыграть Буков в этом большинстве. А пока контратаку железнодорожников, но не дают. Не дают здесь убежать. Чурилову. Меньше минуты остается армейцам владеть численным преимуществом. Шефер никуда не торопится. Похоже, там смена идет. Продолжают оказывать помощь Симакова. Там небольшое рассечение внутреннего поверхности рта у него. Паршин. Звено Александра Никулина у армейцев. Выходит на последние секунды розыгрыши лишнего. Через такой заброс приходится входить армейцам в зону. Он по-доматски был на чеку. Шайба под него отскочила. И накатывались игроки в красной форме на ярославского голкипера. Некому ему было делать передачу. Пришлось прижимать шайбу ко льду. Никулина Широков там угрожали пойти на добивание. Лихой силовой прием Галимов проводит против Азолина. Тот теряет шлем и вынужден смениться. Потому как не может он продолжать игру без этого важного элемента хоккейной экипировки. Паршин. Ну и все в полном составе. Железнодорожники не удалось. Армейцам используют численные преимущества. На этот раз 4,5 минуты до конца третьего периода. Подомацкий. На этот раз никто ему не угрожал. Отразил шайбу. Тут же отбросил ее в сторону партнера Шафигулина. Ткаченко уходит от Антона Белова. И в ближний угол. Каким-то неуловимым движением буквально ткнул шайбу Иван Ткаченко. С кудра перемещался в воротах. Но все-таки сумел ее зацепить. Шайбу коньком. Горохов требует передачи Семин. Он на пятачке. И следует эта передача. Но не попадает он по шайбе. Вновь свалка перед воротами с кудры. Потеряли здесь все шайбу из виду. Но голкипер самым зорким оказался, как и положено, по штату в таких ситуациях. Давайте смотреть. Вот он, Семин. Отклеился от защитника передачу. Горохов ему делал хорошую. Но не попал Семин по шайбе. И с кудра в ногах у соперников. Ее забрал. И вбрасывание у ворот армейцев. Железнодорожники, естественно, сдаваться не собираются. Не исключено, что увидим мы смену... Замену голкипера шестым полевым. Ближе к концовке. Ну а пока игра и так проходит в зоне армейцев. Артюхин работает у борта. Зарабатывает. Все-таки удаление не годует. Не годует. Армейский защитник Андрей Шефер, по-моему, был неправ в этом столкновении у борта. За подножку арбитр удаляет. Судите сами. У арбитра замедленного повтора нет. Он принимает решение на основе того, что видит. Совсем мало у него времени на принятие этого решения. Ну что, Артюхин привез удаление, которое армейцы реализовали. Посмотрим, удастся ли реализовать большинство, которое Артюхин для своей команды заработал на этот раз. Васильев подключается к площади ворот. Действовал Артюхин и выносит обрасывание в среднюю зону. Александр Антропов. Напряженная концовочка нам предстоит, суть по всему. Вот видите, опять как маленький танк там. Артюхин действовал. В общем, скудра там выкатывалась из-под ворот. И, в принципе, при желании, так мог еще раз попытаться подставиться под Артюхина латышский голкипер. Но на этот раз и не потребовалось ничего. А в этом духе Горохов загружает шайбу в чужую зону. Белов к ней вроде бы первым поспевает, но не очень удобно было Антону играть в этой ситуации. Шайба там еще скакала и выбросить ее в итоге из зоны не удалось. Лосенков. Красоткин. Горохов. Опытнейшая пара защитников. Красоткин. Занимает позицию на пятачке. Горохов. Бросает по воротам. Успевает подставить клюшку. Кто-то из железнодорожников. Но минует она створ ворот. Падает Горохов. Безмолвствует арбитр. И армейцам удается вывести шайбу из своей зоны. Вновь красоткин. Будет забрасывать ее по борту. На противоположном фланге пытались там навязать борьбу армейским защитникам Ярославцы. Но ничего не вышло. Еще 40 секунд в распоряжении Ярославцев на розыгрыш лишнего. Меняют они свой состав. Шуфигулин. Но Упер здесь будет первым на этой шайбе. Ставит корпус Упер. Выбросить шайбу из зоны не удается. Здесь не будет удаления. Разница между толчком на борт и силовым приемом, проведенным у борта, несомненно, существует. И именно сейчас был силовой прием. Вне всяких сомнений. Галимов рискованную передачу выдавал. Но армейцы предпочли не мчаться в контратаку. Да и Никулина. Шефер отбыл свой срок двухминутный на скамейке штрафников. В полном составе кисты ЦСКА Ярославцы продолжают атаковать меньше двух минут. До конца третьего периода Япончинцев. Глазычев расстается со шлемом. Должен он его сначала надеть. Лишь потом продолжить игру. Вновь Япончинцев в центре нашего внимания. Атаковал Чурилова в момент приема шайбы в чужой зоне. Но вот вновь Чурилов разгоняется. Перед ним есть свободное пространство. Входит в зону. Но вряд ли это был бросок. Скорее так на ход себе пробрасывал шайбу. Центральный нападающий Ярославского локомотива. И контратака армейцев 3-2. Но правда уже вернулись. И очередной свисток. Арбитра удаления он фиксирует. И удаление в составе хозяев. Опять же за атаку игрока, не владеющего шайбой, Артюхин. Не излечился Евгений Артюхин от своей болезни. Все-таки нужно ему еще время на то, чтобы привыкнуть к нынешней трактовке правил. Хотя в общем в НХЛ, где он провел прошлый сезон, эти правила уже действовали. Но опять же есть тонкости в работе заокеанских и российских арбитров. Несомненно. И вот Артюхин под манеру судейства наших людей со свистком пока-пока не может к манере их приноровиться. 48 минут штрафа было у него до этого матча. Но вот еще 4 добавил. Причем опять же одно из его удалений армейцам удалось использовать и выйти вперед. Очень непростая задача сейчас стоит перед железнодорожниками до конца матча в лучшем для себя случае. То есть если не пропустят шайбу, будут они играть в меньшинстве. А надо отыгрываться. Надо отыгрываться. Это последняя минута третьего периода идет. Киста ЦСКА имеет численные преимущества. Никитенко. Кодоматский здесь вынужден активно вмешиваться в развитие событий, выкатываться из ворот. Неприаев. Чурилов. Очень вовремя. Розин под него подкатывается и не позволяет бросить. Столкновение за воротами. Не гадует болельщики, требуя удаления в составе ЦСКА, но никаких решений по этому поводу Александр Антропов не принимает. Армейцы, естественно, не форсируют события в этой ситуации. Счет их устраивает. Имеют они на одного игрока больше и, соответственно, имеют возможность подержать шайбу. И звучит финальная сирена. Ну что же, Локомотив также подтвердил в свое реноме гостеприимный в кавычках команды. А ЦСКА выездной, соответственно. Четвертое поражение на своем году в пяти матчах у ярославцев. Армейцы набирают 13 очко на выезде из 14 всего, которое у них в активе до этого момента. Статистику третьего периода вы видите на своих экранах. Ну что же, матч окончен. Армейцы победили со счетом 2-1.